Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Снова на рынках, соответственно, мы снова продолжаем следить за ситуацией, которая на них складывается в плане макроэкономических релизов, новостей и инфоповодов. И снова придерживаемся прежних позиционных идей, которые, в принципе, позволяют нам охватить большинство финансовых инструментов, присутствующих на рынке Форкса. Я надеюсь, что многие из вас уже находятся в верных направлениях, соответственно, смогли выжить какой-то потенциал слабости рисковых инструментов, смогли выжить даже потенциал какосочной слабости доллара, поскольку эта идея по-прежнему актуальна, она отрабатывает себя, и я по прошествии еще одного дня не могу пока рекомендовать разворачиваться каккосрочно на покупку той же самой пары доллар против японской иены, потому что, думаю, что мы сможем просесть еще сильнее. В целом, картина складывается довольно-таки радужная. Мы делали ставку на снижение австралийца, новозеландца, евро, фунта. Собственно, эти активы находятся в нисходящем русле. Доллар японской иены также корректируются. Если бы, наверное, не нефть в рамках вчерашнего дня, то сегодня было бы уж точно больше поводов с особым позитивом поговорить про фундамент, но не, к сожалению, разочаровало, потому что трейдеры, которые специализируются на этом активе, по-прежнему видят основания, чтобы поднять котировки повыше. Давайте тогда, таким образом, перейдем, собственно, к тому, что у нас сейчас есть на рынке черного золота. Клосс вчерашнего дня 54.18, сейчас активы торгуются еще даже выше. 54.44, но приближается к сопротивлению 55 долларов за баррель. Не хотелось бы нам пробить этот психологический, вполне можно так сказать, рубеж, потому что, в противном смысле, на таком бучьем ралли трейдеры могут воспользоваться еще и техникой, чтобы попробовать подтянуть актив еще повыше. Но пока находимся ниже, давайте говорить о текущих котировках и адекватно, объективно оценивать фундаментальную картину. Что же стало причиной роста, собственно, этого актива в рамках вчерашнего дня? Из отчетов, безусловно, стоит отметить отчет Американского института нефти по запасам. Как вы знаете, запасы снизились, наверняка посмотрели уже за статистикой. Минус 1,83 миллиона против практически сопоставимого роста на 1,9 миллиона недели ранее. То есть снижение запасов вкупе с фактом роста загрузки нефтепрабатывающих заводов в США повысило ожидание того, что и официальные цифры, которые мы с вами получим сегодня, чуть позже, в 17.30 по московскому времени, от Минэнерго, могут указать на снижение запасов. Здесь стоит действительно отметить такой факт, что загрузка производственных мощностей на МПЗ в Штатах выросла, в частности, за прошлую неделю с 87,4 до 89,3. Это реальные цифры. Чтобы вы понимали, каким образом этот показатель влияет на картину с запасами, считается то, что рост загрузки МПЗ на 1% равносилен увеличению кушения спроса на нефть на 150-160 тысяч баррелей в сутки. То есть, если бы мы с вами говорили про пример прирост данной загрузки на 5%, соответственно, потенциально спрос на нефть мог бы составить уже от 600 до 800 тысяч баррелей. На текущий момент этот отчет может действительно стать первой предпосылкой того, что официальные цифры укажут на снижение запасов. Но я также бы хотел обратить ваше внимание, что не нужно искать в этой статистике какой-то нонсенс. То есть, нужно прекрасно понимать то, что мы вступили уже в весенний-летний период, который традиционно характеризуется незначительным снижением запасов. Но даже если запасы будут снижаться, это в целом не меняет картину того исторического показателя по емкости, который мы зафиксировали еще неделю назад в 534 миллиона баррелей. И трудно представить, насколько запасы должны сокращаться, чтобы, собственно, решить эту проблему с крайним показателем, собственно, по емкости и по запасам. Мировые запасы также находятся на очень высоких уровнях, что в целом возвращает нас к идее неэффективности сделки Ближневосточного картеля. Это тоже нужно прекрасно понимать. Еще трейдеры, возможно, обратили внимание на сообщения, опять же, со стороны ОПЕК, о том, что в рамках прошлого месяца производство нефти снизилось до 32,05 миллионов. Но и здесь я хочу сделать ремарку, связанную с тем, что сокращение – это следствие снижения объемов добычи по всем известным нам показателям и факторам в Ливии и Мигелии. То есть я считаю, что это не долгосрочный фактор поддержки. Поэтому сегодня, если фокусироваться, опять же, на то, что будет внутри дня, это важный релиз в 17.30 по запасам. Если запасы просядут, то, учитывая ту активную реакцию, которую трейдеры показали на отчет Американского института нефти, мы можем увидеть также продолжение бывшего движения. В пятницу уже у нас снова статистика Бейкер-Хьюз. Посмотрим, какой фундамент из этих окажется сильнее. Но я уверен, что нам ни в коем случае не нужно отказываться от идеи того, что штаты по-прежнему остаются угрозой для стабильности цен на всем рынке черного золота. Мы видели котировки и выше, при этом тогда также не отказывались от того, что такси должен стоить ниже. После этого наблюдали за серьезными распродажами на рынке. Но пока эти распродажи не привели нас к поддержке 50 долларов за бар. Я не хочу стекулировать пяткосрочно, поскольку, опять же, не хочу попасться на удочку рынка заблуждения того, что этот актив нашел должную поддержку для серьезного дальнейшего роста. Поэтому, как и раньше, сохраняю короткую позицию и рекомендую вам не отказываться от прежних ориентиров. Рубль 56,05. Если уж при снижении котировок нефти рубль находил поддержку, то, конечно же, та динамика, которая разворачивалась на рынке энергосырья общежа, оказала еще больший импульс роста для российского валютного актива. 56, мы практически уже в одном шаге от того, чтобы протестировать эту планку. То, что рубль постепенно снижается ниже, говорит о том, что не достигнут этот локальный экстремум, который, видимо, куларно кем-то заложен. И, может быть, это значение в 55 рублей против американца. Хотя, я думаю, что вы и без меня прекрасно понимаете, то, что картина, в принципе, уже парадоксальная. И текущее значение российской валюты – это тот самый сигнал для долгосрочных инвесторов, чтобы залазить по возможности с большими деньгами в эту сделку, поскольку потенциал девальвации, как и, в принципе, есть уж раньше, он был высок. Сейчас вопрос зашкаливает по сравнению с тем потенциалом профита, который, если удастся и если можно, будет получить на дальнейшем росте рубля. Доллар японская иена. Снова у нас статистика производственных заказов. В хорошем смысле статистика, поддерживающая идею повышения процентной ставки и сохранения жесткого вектора монетарной политики. Производственные заказы выросли на 1%. Это в соответствии с прогнозом, который находился на отметке 1%. Возможно, именно этот релиз вчера стал причиной легкого импульса для роста доходности американских трежерей. С десятилетки прибавили 2,9 пункта, и доходность достигла 2,35%. До этого мы наблюдали их на крайне низких значениях, минимум, по-моему, с ноября 2,3%. Чтобы вы точно понимали, какая логика, в принципе, была использована рынком и на основании чего, к примеру, ранее рынок доходности показывал такой серьезный рост. Вы помните, что мы говорили и про тестирование планки в 2,6%. Это как раз тот рост, который отражал снижение спроса относительно на эти бумаги как следствие ожидания стимулирующих реформ Трампа. Увеличение бюджетных трат, государственных расходов на инфраструктуру. Вы помните, что цифры все еще актуальны, это 1 триллион долларов. Конечно же, такие траты без должной поддержки и формирования дополнительных статей и пополнения бюджета не серьезно увеличивают нагрузку на государственный долг. И в такой конверт доверие к бумагам снижается. Если снижается доверие, соответственно, растет доходность как искусственный компонент для повышения привлекательности и снижается их стоимость. Сейчас мы пока работаем именно с такой динамикой, с такой тенденцией. Ситуация может измениться в зависимости от того, как быстро трейдеры переключатся все-таки на осознание того, что ФРС будет и дальше разгонять процентные ставки. Но пока что доминирует политическая тема. Я думаю, то, что она сохранится, может быть, даже до пятницы. Вы знаете, что в четверг и пятницу состоится встреча, пройдет двусторонний переговор, который уже рассынил как очень трудный между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Соответственно, знаем уже в повестке то, что Трамп собирается обсуждать ситуацию касающуюся манипулирования валютным курсом. И снова, только уже напрямую, опять же, в очной официальной встрече обратить внимание на проблематику ядерного характера. И попробовать надавить, в принципе, на Китай, чтобы была обозначена более жесткая позиция в отношении Северной Кореи. Как я уже отмечал в ходе вчерашнего брифинга, такие ожидания больше создают настрой на очевидное усиление протекционизма, что традиционно воспринимается очень полезно американцам. Поэтому даже несмотря на фундаментальную поддержку, доллар никак не может найти, нащупать хороший базис для возвращения прежних позиций против японской иены. В то же время хочу отметить то, что мы давно не работали с серьезным фундаментом, не просто с рядовой статистикой, а с ключевым, к примеру, показателем по тому иному сектору. На этой неделе у нас есть это возможности. Сегодня, кстати, выйдет отчет в 15.15 EDP, который предваряет выход Don't Farm Parallels в пятницу. И еще в 21.00 будут опубликованы протоколы последнего заседания. Как раз сегодняшняя торговая сессия, на мой взгляд, является одним из таких локальных моментов X. Мы, безусловно, завтра с утра вернемся с вами к динамике этой валютной пары и уже завтра точно определимся, готов ли рынок вот сейчас, в преддверии Non-Farm Parallels, на основании сегодняшнего отчета EDP, больше закладываться под жесткую монетарную политику, исходя из сильных макроэкономических отчетов. То есть, если сегодня в рамках дня мы увидим внушительный рост доллара, тогда завтра, я как предвосхищаю уже это, с утра буду рекомендовать вам о покупке доллара против иены, даже в каркасочном, скажем, интервале трейдинга. Дальше идем. Доллар-канадец вчера практически, друзья, добрался до сопротивления, которое является нашей целью 1.35. Хай был 1.34.54. Очень важный комментарий заключается в том, что канадец серьезно просел, даже несмотря на рост котировок черного золота, и обратил больше внимания на статистику, которая оказалась крайне утручающей. Это данные по торговому балансу. В частности, вместо ожидаемого профицита торгового баланса мы увидели дефицит на 1 миллиард канадских долларов. Произошло это за счет резкого сокращения экспорта. По-моему, на 2,5% он просел. Это худшее значение за год. И незначительного роста импорта, на 0,6%. Канадская статистика в последнее время разочаровывает нас, точнее, разочаровывает покупателей. Нас она только раззадоривает на то, что мы все правильно делаем, распродавая этот актив. Я думаю, что цель 1.35 при такой волатильности – это стопроцентный ретир, который мы можем протестировать уже в ближайшей торговой сессии. Как только это произойдет, друзья, снова предлагаю занять выжидательную позицию, посмотреть за дальнейшим развитием ситуации, но не пытаться приобщиться к еще более высокому ралли с целью уже, к примеру, на отметке 1.36-1.37. Лучше подождать и довольствоваться тем профитом, который удастся зафиксировать, тем более, что он составит несколько фигур. Фонд против доллара. Здесь картина не меняется. Несколько отошел на второй план сам факт переговорческого процесса по Брекзиту. Пока негативных новостей не поступало, но поступит, не сомневаюсь в этом. Трейдеры в этой связи сделали больше акцент сейчас на макроэкономические отчеты. В понедельник мы с вами анализировали промышленный сектор, который просел. Вчера у нас был показатель активности в строительном секторе. Тоже плохая статистика с 52,5 до 52,2 спад. И сегодня самый крутой из этих релизов – это оценка сферы услуг. Больше 80% вкладов в показатели ВВП. Руководствуясь опытом последних двух торговых сессий, я думаю, что реакция трейдеров на этот отчет будет внушительной. И нет никаких оснований полагать то, что сфера услуг, в отличие от строительства и промышленности, может показать позитивную динамику. Поэтому, если расчет на слабую статистику будет оправдан, фонд сегодня столкнется с еще большими распродажами. Австралиец также был в центре внимания. Мы видели, как вчера австралийская валюта потеряла довольно много пунктов, отреагировав на сопроводительное заявление Резервного банка Австралии, точнее, на очень мягкий тон. В ходе справедливого заявления Резервный банк Австралии обратил внимание, что дорогая валюта национальной экономике не нужна. И в качестве основных рисков, с которыми придется сейчас работать всем трейдерам, да и самой экономике монетарному руководству, это опережающий рост заимствований домохозяйств над ростом доходов. И за последние 2-3 месяца увеличение задолженности домохозяйства потребителей, что в целом привело к более скромным показателям по потребительской активности, стоило экономике примерно 0,2%. Я считаю, что это оправданные, опять же, выводы, которые были сделаны монетарным кабинетом Резервного банка Австралии, которые настроились нас на то, что, скорее всего, цикл дорогого австралийца уже завершен, и мы вряд ли вернемся снова против доллара к отметке 0,77. Нужно продавать эту пару с тестированием в качестве цели уровня 0,75-0,74. Новозеландская валюта также снижается. Новозеландец не вдохновился результатами молочного аукциона, то есть цены на сухое молоко в целом остаются на довольно скромных значениях. Тенденция снижения сохраняется, котировки сейчас по Новозеландцу 0,6970, и делаем на отметку на поддержку 0,69. Еще забыл отметить то, что торгуя австралийцам, безусловно, нужно обращать внимание на ситуацию, которая складывается в отношении очень важных экспортных ресурсов для этой экономики. Одним из основных экспортных ресурсов сырьевых активов, также, как пример для России и нефть для Австралии, является железная руда. Так вот, за последние полтора месяца цены на железную руду снизились на 15-16%. И, может быть, это как раз и является еще одним отражением того, что немногие делают ставку на восстановление китайской экономики и считают то, что продолжение тренда сохранения замедления роста Поднебесной будет сказываться на более низких показателях потребления на, собственно, и этот сырьевой инструмент. Из важных отчетов сегодняшнего дня, в 11.30, напоминаю, ждем релиз по активности в сфере услуга Англии, в 15.15 статистика по рынку труда США, частная оценка ADP, в 17.00 АСМ сфера услуга США, в 17.30 запасы нефти, и в 21.00 у нас будет возможность с вами проанализировать протоколы. День крайне интересен, владельность будет значительна. Как и всегда, мой традиционный, напутственный такой вам посыл, то, что нужно контролировать риски, обязательно, первонаперво, не допускать критических нагрузок, скажем, на депозиты, поскольку очень нелегко прогадать каткосрочно с направлением движения, даже если долгосрочно мы окажемся правым, нам нужно иметь в виду то, что каткосрочно обычно реакция рынка не совсем логична, и просадку с ней не то, чтобы приходится регулярно иметь дело, ее нужно уметь пересиживать. Поэтому, друзья, следим сегодня за отчетами, параллельно контролируем риски, и не забываем о том, что вам доступен бонус на пополнение сегодня, чтобы его получить, нужно знать кодовое слово, которым является слово «время». Величина бонуса 16% будет действовать до весьма важного завтрашнего брифинга, когда нам точно будет о чем поговорить, потому что денек сегодня очень интересный. На этом, собственно, все. Если есть вопросы, канал на YouTube, форум «Амаркет» сможете кидать туда. Лучше всего на канале на YouTube, потому что за просмотр, собственно, ваших комментариев там, я точно ручаюсь. Буду по возможности отвечать, если вам нужен будет какой-то совет, либо рекомендация. Ну и параллельно не забывайте то, что вы можете подписаться на канал, чтобы быть в курсе всех новых видеоматериалов. Со своей же стороны прошу не забывать о том, что у вас есть возможность еще и ставить лайки. Такие маленькие поощрения моей работы. Я буду вам за это крайне признателен. Всего доброго. До свидания.